Я не думаю, что она сильно поменяет, потому что по-настоящему опасения были, когда вот эта так называемая «Исламская весна» началась. Неправильное определение, которое давали наши журналисты в прессе, это, значит, как она называлась тогда? У нас, по-моему, не «Арабская весна» или как-то вот так тогда только появились. Во всех газетах этих стран она называется именно «Исламской», потому что организовано при поддержке США, которые хотят поделить так со сферой влияния на Ближнем Востоке, и через поддержку, так сказать, исламистов, саудитов, катара, кувейта, они финансировали это самое, чтобы скинуть те режимы, которые, по их мнению, казались уже не отвечая их интересам. Это именно «Исламская весна». Вот чем она привела, стало ясно, когда действительно братья-мусульмане пришли к власти, показали, что они хотят вообще все строить на основе шариата, что напугало в тот момент, полтора года назад, и туристов, и представителей бизнеса, и Египет оказался в тяжелейшем состоянии. И сейчас вот это прозрение о том, что крайне эрекционные исламистские круги пришли к власти, в общем-то, это прозрение охватило большую часть народа Египта, и армия выступила гарантом, что, в общем-то, абсолютно правильно. И поэтому армия, она сейчас охраняет все курорты, все места, где приезжают люди из-за рубежа, и она показала, что если она вмешается и принимает жесткие решения, она может это делать. Поэтому я не думаю, что драматически что-то изменится, чтобы было месяц, два, три назад. Наоборот, более жестко армия показала, что она будет обеспечивать порядок, прежде всего, для туристов. Продолжение следует...